Жилой комплекс Вега возводит компания Промриэлта. Объект уже сдан в эксплуатацию, запущено тепло, люди приступили к отделке квартир. Однако остается нерешенной проблема передачи инженерных коммуникаций. Передать сети муниципальную собственность строители должны были еще до нового года, однако процесс затянулся. Произошла коллизия, 4 года назад был заключен инвестконтракт, и в инвестконтракте не было учтено передачи всех коммунальных сетей. На данный момент подготовили дополнительное соглашение, подготовлен технический план, и в ближайшее время застройщик будет передавать как раз все эти коммунальные сети. Сразу несколько объектов на территории района возводит компания Аркада, микрорайоны Соболевка и Клюквенный. Выход на строительную площадку запланирован на весну этого года. Немало времени отнял процесс согласования тех заданий на строительство медицинских объектов на Соболевке. Техническое задание по станции переливания крови и кожевинодиспансеру на данный момент передано застройщику. Они начинают проектирование этих объектов. Земельный участок подобран для размещения кожевинодиспансера. Проходит проверку познодзора детский сад в микрорайоне Гребневский на 220 мест. В ближайшее время должно пройти лицензирование объекта. Также на совещании обсудили ход строительства жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Длительное время застройщик практически не вел работы на объекте из-за финансовых трудностей. Однако сейчас динамика на объекте появилась. На данный момент на объекте работают около 40 человек. Идет активная работа на кровле. То есть заканчиваются уже монолит-бетонные работы в парковочном пространстве под домом. Буквально с этой недели выходят каменщики. И планируем, что контур застройщик сможет закрыть уже в течение месяца. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».